Добрый вечер! И мы на этой неделе читаем недельную главу «Шлах». В прошлой главе «Беалатха» мы начали движение по пустыне, станом в центре которого находился Ковчег Завета, над которым было облако Божественного Присутствия. Мы шли за облаком, куда оно двигалось, туда направлялся стан Израиля. А куда мы шли? Куда вел нас Бог? Он вел нас в землю Израиля. И мы помним, что глобальным планом и целью вывода нас из египетского рабства было привести нас в землю Израиля. И в главе «Вайра» там есть такие слова «Я выведу, избавлю, спасу вас и приму вас себе народом». Это четыре речения, это четыре бокала, которые мы пьем на пасхальном седере. И это три стадии избавления из рабства, а четвертая «приму вас себе народом» – это получение торы на горе Синай. И вслед за четвертой стадией сказано «И приведу вас в страну, которую я обещал Аврааму, Ицхаку, Якову, и дам вам ее в наследственную дел, и буду вам Богом». И это пятый бокал, который мы пока еще не пьем. Мы должны были зайти в землю Израиля, и главное, что мы должны были сделать – это позволить Всевышнему, нашему, Элокейну, быть для нас Богом, Богом, который имя высшее Юткей Вавкей, непроизвестимое имя Всевышнего, четырехбуквенное. Земля Израиля – это место обитания шхины, божественное присутствие, это место жизни еврейского народа. О ней сказано, красиво поют птички у нас в Израиле, о ней сказано, глаза Бога на ней от начала и до конца. И земля Израиля – лучшее место на земле, естественно, не в Абсолюте, а для сыновей Израиля, для нас, для евреев. И вот в эту землю Бог евреев вел через пустыню, вел нас, чтобы мы вошли в землю Израиля, построили храм и начали жить в земле под управлением царя Машеребейну, который и стал бы царем Машиевха, под Ашгахой, надзором Всевышнего. И это Ашгаха, Ашгаха-клолит, которая полноценно работает только в земле Израиля, она и позволяет сказать, что здесь Бог выполняет свои планы, достигает свою цель выхода из Египта и становится нам Богом. Становится для нас тем Богом, которым мы знаем под вот этим именем Юткей Вавкей, то есть проявляющего Рахманут, высшее милосердие. У нас еще был тогда шанс прийти самим и привести весь окружающий мир к исправлению и перейти сразу в другое измерение. Но тогда в пустыне, в силу событий, которые произошли в нашей главе, это сначала отложилось на 40 лет, а потом из-за наших поступков это двигалось, это двигалось все дальше и дальше, еще и еще. В нашей главе по настоянию народа Машеребейну посылает 12 глав колен, осмотрит землю Израиля, и происходит грех разведчиков. Главы колен возвращаются, и 10 из них говорят лошонара, это злой язык на землю Израиля. И мы уже тут вспоминали, что лошонара – это правдивая информация. Если это не правдивая, это просто ложь. И эта правдивая информация, она не нужная, не поданная не так, и с ненужными акцентами, с применением манипуляций информации. Так вот, мы узнаем каждый себя, как часто правда, которую мы хотим рассказать, получается лошонара, так и случилось в случае с разведчиками. Евреи верят этим 10 уважаемым главам колен, и не верят калеву бен и фуне, и шуу бен нуну. Плачут, и Бог выносит постановление, как сегодня вы плакали без причины, так и теперь тоже в этот день у вас не будет причина плакать. И это наступает на 9 ава, и в этот день случается огромное количество несчастья, продолжая, к сожалению, происходить. И к главным грехам разведчиков мудрецы относят два. О них пишет царь Давид в Тегелин, в 106 разделе. «Пренеблигри, они вожделенной землей, не поверили его слову, и роптали они в шатрах, и не слушали голоса Бога». И Мальбин, он умер в 1879 году, кстати, в Киеве, или не кстати, могила его там просто неизвестна, и объясняет, что первое, это они пренебрегли высокой степенью земли Израиля, не поняли того огромного значения земли Израиля для их связи со Всевышним. И второе, они посчитали, что Всевышним не в силах привести народ в обещанную землю. Но кто это они? Это ведь мы. Мы тогда не поверили Богу, не слушали его голоса и пренебрегли землей Израиля. И учат наши мудрецы, что наши грехи несут разрушительную силу в системе мироздания. Каждый грех формирует негативную энергию. Ну, мудрецы говорят, формирует, создаётся ангел, злой ангел. Ну, то есть негативная энергия, которая потом ведёт к разрушительным процессам. Мы вкратце уже об этом говорили. И также мы говорили, что наш храм, место пребывания Бога на земле, построен в точной проекции с духовными мирами. Так, в храме есть три уровня святости. Как в храме есть три уровня святости. Двор, куда приходят все, очищившись все евреи. Эхаль, кодыш, куда заходят только коины. И кодыш кодыши, место, куда за максимальной духовности. Куда один раз в год заходит коина-годоль в полной духовной чистоте. Так вот, негативная энергия, создаваемая нашими грехами, не может застроить в духовных мирах вот этот второй, даже второй уровень, соответствующий уровню Эхаль, или кодыш в земном храме. Но грех разведчиков был такой силы, что он вызвал трещину в святая святых в том проявлении храма в духовных мирах. И говорят наши мудрецы, что именно ввиду наличия такой трещины в духовном храме, впоследствии, через примерно 900 лет, стало возможным разрушение первого храма. А затем еще через примерно 500 лет разрушение второго храма. Именно кое сильнейшее негативное воздействие оказало отношение к земле Израиля сначала 10 глав колен, а затем и всех евреев. И все последующие грехи, даже самое страшное, это лопоклонство, прерублодеяние и убийство, которое, как обязывает нас Галаха, нужно умереть, но не сделать, стоя под дулом пистолета. Это были те грехи, как сказано в наших книгах, за которые был разрушен первый храм. Но даже они не смогли бы сами привести к его разрушению, если бы в этот момент не было бы той трещины, которая сделал грех разведчиков. И второй храм был также разрушен, казалось бы, за другое, за беспричинную ненависть, как учат наши мудрецы. Но нужно знать, что и тут, если бы не было этой трещины, то и не было разрушения второго храма. И это означает, что в корне, в корне корней нашего изгнания, в котором мы оказались после разрушения второго храма и сейчас до сих пор находимся, являются страшнейший грех разведчиков, состоявший в Лошонара, на землю Израиля, выразившийся в словах царя Давида в пренебрежении землей Израиля, нежеланием поселиться в ней и в неверии, что Бог сделает нам хорошо в этой земле. И тогда понятно, что для того, чтобы наступило время прихода Машиахи, был отстроен третий храм и произошло долгожданное переформатирование мира, главная наша задача это исправление нашего отношения к земле Израиля. В изменении отношения касается не только евреев Галута, но и евреев Израиля тоже. Евреям Галута нужно принять стратегическое решение переехать в землю Израиля. На тактическом уровне нас может что-то останавливать, нужно принять для себя в сердце, что это наша страна, что только тут Бог делает нам полноценно хорошо, потому что тут ему не мешают посредники, помехи, существующие вне земли Израиля. Только тут хохма, то есть озарение мудростью, работает в полной силе, объеме, не знаю еще, как сказать, в полной мере. Только тут все три составляющие составлены в одно целое. Народ Израиля, земля Израиля и Бог Израиля. И никакие более мелкие вещи не имеют значения. И, конечно, фактическому переезду может что-то мешать. И глобально всегда это материальность. И я сам знаю по себе. Но исправление греха разведчиков, изменение отношения к земле Израиля, это не немедленный переезд. Это все-таки изменение отношения в первую очередь. Особенно, когда вы уже в земле Израиля, это уже совсем не о переезде. Но это еще не сильно об изменении отношения. Разобраться, понять, если это еще не было сделано до переезда, то нужно сделать это как можно быстрее. При всех сложных обстоятельствах нехватки времени ни на что. Нужно слушать уроки о земле Израиля, о связи с Богом, о связи с Богом в земле Израиля. И это один из элементов приобретения земли Израиля. И тут я слышал недавно уникальное, на Песах уникальное объяснение известного выражения «Земля Израиля приобретается и сурим» страданиями. От Моти Нойверта. Он говорит, что приобретается, это речь идет о процессе приобретения. Нужно быстрее пройти этот сложный период приобретения, приобрести землю Израиля. И тогда и сурим прекращаются. Классный рецепт. Что означает приобрести? Каждый должен разобраться для себя сам. Но это для тех, кто уже тут. А для тех, кто еще не тут, что делать? Сегодня есть две группы людей. Первая, это кто выехал из насиженного семейного гнезда из Украины семьей или только мама с детьми. Вы уже проделали большой путь. Но это только полпути. Как в законах переноски в шаббат, там тоже работа делится на две составляющие. Нужно оторвать предмет в частном владении, в своем владении, вынести его и положить в общественном владении. То есть полработы это не считается переносом по закону Торы. Если я тут взял, но не положил, то это еще не полноценная работа по Торе. Нарушение Малаха запрещенное в субботу по Торе. Так вот так и тут полработы вы уже сделали. Вы оторвали себя. Так приземлитесь теперь правильно. Закончите ту работу, к которой вас подтолкнул Всевышний. Ведь нет сомнений, что ничего не происходит случайно. Да, Всевышнему приходится создавать разные обстоятельства, чтобы выдавить евреев с насиженных мест. Он торопится скорее привезти Машеха. И это уже вот-вот произойдет. А 20 миллионов евреев еще в изгнании. И это, ну, может быть, сейчас уже не меньше, но не принципиально. Кто не приземлит себя в земле Израиля, тот потеряет уже сделанные эти пол работы. Те, кто останется в Галуте, составят вторую группу тех, кто остался. И неважно, он остался в Украине или в Европе или в Америке. Для этой второй группы вскоре наступят новые обстоятельства, которых их снова будут выдавливать из насиженных мест. Если еще совсем недавно можно было себя успокоить, до меня не дойдет, я еще успею насладиться материализмом и благополучием тут в Вене, в Лондоне, в Бруклине, ну, или в Украине на крайний случай, то сегодня по темпам развития событий видно, что Всевышний спешит, ему нужно приводить Машеха, а евреи еще сидят и не двигаются. И даже тогда, когда уже сдвигаются, то принимают неправильные стратегические решения. Это, кстати, и есть наследство греческой темноты или слепоты. Я не знаю ничего, связанного с Машинахом. Я не читал пророков. Я вообще не верю в Бога, и поэтому мне не видно, куда движется мир. Мне неизвестны пути управления Богом этим миром. Я не верю, что сейчас 5782 год от сотворения человека, и ничего не знаю о том, что говорят мудрецы Мишны, о том, что этому миру дано 6000 лет. А затем наступит шабатня седьмое тысячелетие. А значит, сейчас осталось 218 лет. Но это и есть слепота или темнота. Нужно быстрее открыть глаза. Посмотрите вокруг, есть много людей, кто много учится и достаточно знает, чтобы открыть твоим глаза. Послушайте их и начните жить правильно. да и тому, кому кажется, что он уже не просто жрячий, даже с биноклем, ему не мешало бы серьезно задуматься, чего от него хочет Бог в этой войне. Лично от него. Лично Бог чего хочет. И есть хорошие примеры Шалиха в Льбайческой Реве, которые говорят, что очень похоже, что Бог хочет, чтобы я продолжил приближать евреев тут, земле Израиля. Значит, место наконец-то из всех и в том числе Шалиха в Реве в земле Израиля. Надо быстрее принимать правильное решение. И я желаю всем нам барахава и отслаха оставаться и дальше в поисках смысла.